Тяжкие, и решили попробовать взять слишком метовых, имбовых на данный момент персонажей. Shadow Demon и Luna, связка, которая в прошлом патче всех уже изнурила, наверное. На самом деле было немножко уже грустно наблюдать в каждой игре, ну, либо в банах, либо в пиках эту связку, но сейчас с небольшим фиксом иллюзий она появляется не так часто. Слава богу, мы от нее немножко отдохнули, и теперь уже, по крайней мере, не так глаза колят. Ember Spirit, герой, который сейчас очень популярен, и в принципе это объяснимо. Входит в пятерку по датабафу, по урону, собирает его нынче через Vale of Discord, Mile, иногда Radiance и Octarin, там уже в зависимости от необходимости, и в замесах, на самом деле, выдают огромное количество урона, ну и минусы, в принципе, у этого персонажа тоже есть. Например, в начале он достаточно уязвим на линии, и с какими-то гангами убить его достаточно просто. LGD Gaming тоже решили взять персонажа, который нынче считается самым, наверное, трудно убиваемым в нынешнем мете, это Enderlord. В данном случае он будет играть роль Хардлайнера, потому что уже имеется Дизраптор и Огармаг. Так, связка саппортов, которую от LGD Gaming мы уже не раз видели, очень ее любят также в LGD Gaming Forever Young, в другом составе этой организации. Ну, в принципе, связка достаточно понятная, Дизраптора в замесах очень хорош, Шогармаг на стадии Лайнинга и на стадии Роуминга тоже очень неплохо. Опять же, может мид выйти и Эмбер Спирита прогнать. Особенно там достаточно большой кулдаун щита Эмбер Спирита, так что после него сразу отогнать, дать снайперу подформить начальные какие-то артефакты, ну или хотя бы первую пачку крипов добить без каких-либо проблем. Эмбер Спирит для Уиа Янг вот и открыли своего второго саппорта, Роуминга, в данном случае. К этому персонажу, на самом деле, в последнее время очень много претензий от проигроков. Недавно Лил писал в паблике о том, что слишком уж его подфиксили, было бы неплохо чуть-чуть поднять, но я думаю, пока никаких изменений с ним делать не будут. LGD Gaming убирают себе Легионку, возможно, предполагают, что... Хотела сказать, будет Батрайдом, Батрайдом в бане, простите. Последний пик должен был для Уиа Янг быть как раз хардлайнера. Батрайдер заходил на самом деле очень здорово, но он был в бане, при том Уиа Янг забанили его сами, и берут себе Клакверка. По поводу Клакверка, наконец-то он стал почаще появляться в пиках, и берут его не только для того, чтобы вначале дать преимущество СФу, для того, чтобы он подбивал Коги и пришел на линию с полными душами вначале, на первом левеле, а уже для исполнения непосредственной его функции в качестве врыватора, и даже не против какого-то сингера. Ну, а здесь для того же Клакверка есть очень хорошая цель, и взяли его непосредственно против такого персонажа, как снайпера, до появления у Мэйби на снайпере Форстапа. В данном случае он будет определённо, то есть после того, как он соберет себе Дрэнлэнс, нужна будет пика, чтобы выталкивать себя из коков, ибо от снайпер, как раз вот Клакверка очень сильно страдает. По поводу вардов давайте сразу обсудим это дело. На боте в вражеском лесу поставили вард LGD, пока... Тут драки за руну вроде бы не... Хотя, на самом деле, может, что-то интересное будет. Просто поставили их, к сожалению. На секундочку, ребята, свернусь, чтобы вас не напрягали таким миссаги, которое постоянно... Немножко отвлекает внимание. Ну и дальше по поводу вардинга. По поводу вардинга. Айянг поставили вард для своего мидера. В данном случае это Эмбер Спирит. Вард у себя на ХГ, чтобы удобнее было. В принципе, это достаточно стандартный вард. Кстати, посмотрите, LGD сразу поставили, подумали, что Дейкет будет вард, но немножко не отгадали. Поставили в этот раз у себя на ХГ. А еще один сцентри, для того, чтобы заблочить спаун от Клакверка и от команды Айянг. Ну и начинается... За руны никто не дрался. Спокойненько руну забирают. Саппорты пока подстапливают крипов для своих мидеров. Мэйби будет стоять в миде против Шайнинга. На Эмбер Спирит и Эмбер против Снайпера. На боте линия Шадоу Демон Луна. Линию, которую мы сегодня уже могли наблюдать от команды IG. Правда, они поставили ее на сложной линии, но там это было объяснимо. Здесь, в принципе, IG неплохо отстояли. Берлинг играл на Луне, показал хорошую игру. Но здесь уже стандартно отправились на легкую линию. На данный момент они будут стоять против Андерлорда. Есть Эр Спирит, так что он сразу, кстати, вышел именно погонять немножко Яо. Он начинает цеплять его, кстати. Но здесь убить его не получится, особенно если так вылетать. Ну, как мы говорили, персонаж плотный. Да, немножко прохарасит, но убить нет. Убить точно не получится. Как я и предполагала в начале, когда мы с вами обсуждали линию, Огар Мак отправляется у нас в мид, для того, чтобы Мэйби получил начальный левел, начальных крипов подобивал. И, как мы видим, 0-0 у Эр Спирита крипстат, и у Снайпера абсолютно фиг. Ну, 7 на 3 у него крипстат почти всех добил. Так, дальше. Он просто выходит и начинает колбасить. Ну, и что делать в данном случае? В данном случае, наверное, надо было попросить Ор Спирита перетянуться. Не знаю, получится ли там у него что-то сделать, но в любом случае. Крипы сейчас подойдут, под Таваром будет добивать, но, опять же. Кстати, вот по поводу Эмбер Спирита, мне очень нравится, когда вначале ему покупают даже в мид топорик. На самом деле, это смотрится не так плохо, как многие. Я уже слышала, что комментировали, зачем, мид топорик. На самом деле, нет, почему бы и нет. НС вообще говорил, что в миде можно, если вы, конечно, смотрите фишки от НС, мне кажется, он, в принципе, достаточно понимает, о чем он говорит. Котт мне говорил, что даже ржевика, в принципе, вначале можно покупать, потом продавать, там особо много денег не потеряешь, а количество крипов, которые ты можешь благодаря этому топорику добить, увеличивается. Спанули Огрмага, но подходит сюда уже Андерлорд и говорит, я своего братишку обиды не дам. Будут, наверное, тратить на Огрмага Шрайн, хотя, и, кстати, решил по-другому. На себя любимого, и, на самом деле, немножко жалко, потому что Андерлорд был абсолютно фуловый, у него был даже второго левела, где ману не тратил, прокачал на первом уровне пассивочку, и, соответственно, сейчас придется ждать колдаун. 300 секунд, кстати, на самом деле, достаточно долго. В миде выход у нас непонятно на кого, проблема, по крайней мере, у снайпера, но теперь на развороте к снайперу уже не подобраться, избивают НБ Спирита, но получится ли его добить? Вот в чем вопрос. Ах, просмотрите, как я здесь сейчас сыграл, что-то удел на последние тычки, но все-таки убивают его, добивают его штрафнель снайпера, и First Blood достается команде LGD, и конкретно Maybe, что значит, что начало у снайпера просто великолепное. Сейчас подхиляются возле шрайна втроем и используют его максимально здорово, ну и дальше уже, опять же, вернутся на свои линии. Да, посмотрите, крипстат снайпера на третьей минуте, 19.5, у Эмбера 4 на 0. Ну, то есть, вы понимаете, как я и говорила, в начале Эмбер на линии достаточно слаб, и тот самый Огарма, который, как я и говорила, на линии реально доставляет очень большие неприятности, в данном случае отыграл он просто на 5 с плюса, полностью выиграл линию снайперу, в Мэйбе даже ничего делать не пришлось, просто стой, да и добивай крипов. Теперь с фейзами у Эмбера спирита будут большие... С фейзами на снайпере у Эмбера будут проблемы, потому что уже урона так сможет спокойно отгонять. Сейчас пойдет, посмотрит. Ох, как же повезло сейчас Мэйбе. Еще и дабл дэмэдж для снайпера, просто великолепно. Теперь Эмбер еще, надо ждать, пока кулдаун того самого дабл дэмэджа пройдет, потому что у него даже ботла нет, чтобы отхиляться. Правда, есть шрайн, но, опять же, тратить просто так его не очень хочется, вот как к ЛГЗ свои шрайны реализовали в помощь после ганга, потратили все сплы и так далее. Было очень здорово все сделано у них. Вообще, конечно же, в данном случае, в данной встрече будет более правильно, ЛГЗ являются явными фаворитами. Если посмотреть на ставки, это отношение 90% людей, которые поставили на этот матч, поставили именно на команду ЛГЗ. И всего лишь 10% поверили в команду Уиа Янг. Амэ на своей легкой линии, в данном случае является Кэрри Легионкой. Чувствует себя, как мы видим, великолепно. У него второй крепостат на карте, несмотря на то, что был у него всего лишь в начале один саппорт, и то, которое путешествовало, у него с фармом никаких проблем не возникало. Но все-таки ребята зашли за тавар и убивают у нас андерлорда, да еще и Эр Спирит выкатывается. Ну, Глимс... Ну, не получилось бы, но ни в зону действия в сети, ни в зону действия Глимса уже укатился. А в это время, кстати, как только Дизраптор улетает, Легионка остается одна, и Клокверк с ней разбирается. Очень здорово получилось. Вместе с Шадоу Демоном справились. Дога достаточно лайт здесь стоял, но все-таки реализовал себя, и его ганг был оправдан. То, что он так долго стоял и ждал. В это время в миде, посмотрите, сколько у нас активных действий происходит, на Легине опять, опять выход на Эр Спирита. Пытался поспасти его Шадоу Демона, но в итоге получилось, что погиб и тот, и другой. И вот реализация первого шота от Клокверка. Идеально как раз на снайпера. Наказали за свою наглость здесь и Огрмаг никак помочь не смог. Снайпер отправляется в Снаверну. Отличная игра от Джуди. Джуди вообще отыгрывает в этой игре уже неплохо. Посмотрите, у него очень хороший левел шестой на шестой минуте. Статистика 1.01, то есть ни разу он не нафитил на своей сложной линии, плюс убил Легионку, забрал в миде снайпера. Ну, на самом деле... Одну секундочку, мушку поправлю. Да, все нормально. На самом деле тут, можно сказать, плюсы Шадоу Демону, который помог ему вначале чуть-чуть. Опа. Опа, цепанули. Цепанули здесь Дизраптора, но Дизраптор еще на развороте. Раскастовался. Начали вместе с Андерлордом разбираться с Луной. И в итоге размен Луна и Шадоу Демон на одного лишь саппорта. Просто как же он жил? Я не знаю, там еще много грибов было, поэтому по иллюзиям пошло. И, соответственно, соответственно... Как так? Ага, ясно. Ну, шестой левел, как вы видите, еще не начает он пока ничего. Интересно будет ли ультимейт. Что-то на два первая. Один. Так, Луна. Луна без экликса. Ну и здесь, конечно же, Луна второй раз отправляется подряд в таверну. Честно говоря, это выглядит как ошибка от Луны, хотя здесь разбираются с Легионкой. Притом Легионка погибает в Соло от Клакверка, что, конечно, очень большой плюс для Клакверка. В Соло делать фраги, при том, в Соло делать фраги на вражеском кэрре, когда это делает Хардлайнер, это очень большой плюс. Но Луна здесь оплошала похуже, чем Легионка, на самом деле. Несмотря на то, что разделили за нее опыт много персонажей, четыре в данном случае, она слишком нагло полетела на тавер. Здесь очень много вижена, и понимали, что Луна находится одна, и просто ее на это наказали. Опять Легионка может погибнуть в Шадоу Демона. Она также выходит, делает одну тычку, решил не забирать фраг, ну и килингспиль для Джуди. Простите. Простите, для Джуди. Вот тебе и 6-6. Сразу два раза умирает Луна, два раза погибает Легионка. У Легионки еще ноль выигранных дуэлей за такой промежуток времени. Собирает она себе здесь армлет. Ну, вот по поводу... Понятное дело, здесь Легионка именно используется как кэрри, и в таком случае армлеты явно оправдан. Когда же как хардлайнер собирается сразу Блинк, ну, либо Блэдмейл в редких случаях. Блинк нужен в любом случае, потому что инициация какая-то. Лотар, Блинк, да... Ну, здесь будет у нас армлет. Иницировать может только как раз Легионка, поэтому чем быстрее у нее появится, я про Блинк, тем, конечно же, получше. Эмбер Спирит. Как вы помните, в начале у Эмбера игра совсем не пошла, и мы сейчас можем наблюдать это по Нетворсу. Проигрывает он в два раза Снайперу, даже чуть больше. У Снайпера просто невероятно хороший Нетворс. У него восьмой левел, у него две сто уже в кармане, подфармивает крипов. Здесь ему отводы делаются. Там вот дайвань, что у Громака неплохо еще подхарасит. Кстати, какой левел у Дезраптора? Шестой левел, что означает, что можно попробовать напасть на Эмбер Спирита и застать к Шторму. Увидеть, кстати, у Мер Спирита это всего седьмой. Соответственно, преимущество пока на стороне LGD, хотя бы, несмотря на то, что у Легионки тоже все не очень хорошо, как и у Луны, посмотрите, Нетворс у них примерно одинаковый, несмотря на то, что Клакверк хорошо отстояла линию, все же пугает именно Снайпер, потому что, как вы понимаете, в Лейте этот персонаж уж слишком хорош. В Смоках находится команда We are Young, имеется хукшот на Клакверке, это означает, что проблемы будут у Громака. Статик Шторм, отлично, надо убивать Клакверка, у которого очень хороший Нетворс, там подходит уже Мэйби, начинает насраливать, убить Джуди, подгибает Шедоу Демон, цепанули еще и Эр Спирита, возвращают его на Греймс, великолепная драка от LGD, еще пятошла Легионка и выигрывает свою первую дуэль, в данном случае АММ-3, заходить на ХГ было очень опасно, встали в Статик Шторм от Виктории, ну и Минус-3, отличнейший замес для команды LGD. Ну и в данном случае, наверное, ребята из Виа Йонг просто не ожидали, что там будет стоять Дизраптор, возможно, стоило чуть-чуть по-другому обойти, но заходить на ХГ всегда опасно, при том, честно говоря, в данном случае, ну, немножко чуть-чуть обсудим похоже, Клакверка, как-то крестнулся, прилетает Эр Спирит, очень неплохой рассказ, для Маджа там должно быть очень много, там Минус-Снайпер, Минус-Андерлот, Дэмэдов уже хватает, за Огрмагом идти уже было слишком опасно, тем более у него и рейндропы имеются, кстати, через Ботл играет, ну и, сами понимаете, Огрмаг, он очень плотный. Вообще, вот по поводу этого захода, на ХГ, вот сюда, да, от команды Луя Янг, сразу можно поставить минус этой команде, которая сейчас так рискует, заходя, это, конечно, во-первых, здесь находится Шрайн, и в случае драки команда, на стороне которой находится Шрайн, явно будет поводить от победителя. Реминант, ну, нет, нет, дэмэджа хватает, здесь пытались убить Огрмага, а в итоге потеряли Эмбер Спирита, а Эмбер Спириту, как вы понимаете, каждая смерть сейчас на вес золота, ну, серьезно, в данном случае, на вес золота, даже не команда LGD, потому что за Эмбера, там особо много денег не дают, единственное, что изменяет, это то, что, меняется, это то, что он остается еще в более плачевном положении. Снайпер даже не Драгонленд с первым артефактом себе собирает, он сразу приобрел Форс, понимает, мэйби, против чего он играет, тем более, в данном случае, Джуди отыгрывала, реально очень здорово, ну и, соответственно, опа, Луна, Луна разбирается, но с Дизраптора, блин, склик сбивают, так, фукшот, отлично, поги, закрывают двоих, катывается Эрспирита, скастовывается, но стреляет снайпер, надо добивать, как верка, размен пока один в один, добивают Эрспирита, и Огармак со своим сим-жиром, и, конечно же, рейндропы, как же их недооценивают, черт возьми, на самом деле, это, блин, топ-1 артефакт, раньше я уже любила стики, ну, неужели еще и Шадоу Демон погибнет, Шадоу Демон, Лайк, 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 сбивают Дизраптора, ему своим глимсом, телепорт, и даблкил для Мэби, 10-13, счет на 13-й минуте, отлично, драка опять от команды LGD, хотя, казалось бы, так хорошо начали у нас, Уэя Янг, и, отличный хукшот, закрыл двоих, вкатился туда Эрспирит, раскастовался, но, но нет, дэмэджа не хватило, да и снайпер стоял, и настреливал, 11-го левела, то есть, 7-300 нетворса, Луна, конечно, фармит, Луна фармит быстро, все это прекрасно знают, но пока, не слишком активно, в данном случае, играет Луна, да, Дизраптора нам забрала, но, Дизраптор, на самом деле, не тот фраг, который хотелось бы сейчас делать, сейчас, главная цель для команды Уэя Янг, это как раз снайпер, которого надо убивать, ибо, если ему дать пространство, которое сейчас у Мэйби, просто в избытке, то будет совсем уж плохо, так, подходит сюда Эмберспирит, ставится, Статик Шторн, от Дизраптора, Статик Шторн, в данном случае, не слишком удачный, Яо, 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 пытался улететь, на своем ультимейте, однако, не хватило, буквально, немножко, но дэмэджа слишком было много, он там же, на таких кропалях, пытался улететь, камень, по кому не попадает, ну, и потеряли только одного Яо, у Луны, Экликс, колдауне, 11-13, ответочка, но, опять же, слишком маленькая, слишком, слишком мало, в данном случае, дают за Эмберспирит, простите, за Андерлорда, 3 900, у него и Нетворс, посмотрите, он наравне с Эмбером, который стоял Мид, а в данном случае, это именно Кэрри, Эмберспирит, в данном случае, Кэрри, и Луна, простите, но, Вэл имеется, Вэл имеется, буквально вчера я комментировала игры, когда Эмбер, в случаях, где его загнобили, собирал первым айтемом, Блэдмэйл, и на самом-то деле, в данном случае, он был оправдан, в том случае, сейчас, кстати, я предположила, что, возможно, Блэдмэйл тоже смотрелся бы, очень неплохо, если учесть, что он играет против снайпера, и вы помните, как, ну, я думаю, все помнят этот момент на мажоре, не будем о нем уже, так, в виде, простите, на боте у нас забирают тавр, тавр достается у нас, Амэ, Амэ с армлетом, и, кстати, я была не права, когда предположила, что Амэ после армлета соберет себе даггер, все же, для инициации было бы, согласитесь, вполне неплохо, но Амэ предпочел инициацию выживаемость, и в данном случае, тоже может это иметь место, в принципе, потому что это Кэрри, и выживать ему в данном случае может даже важнее, потому что пока он, в джд, все хорошо, им особо-то и торопиться, не знаю, не то, что некуда есть, с одной стороны, Луна и Шадоу Демон, которые набирают силы очень быстро, и, согласитесь, связка до сих пор очень опасна, но в Лейте, Снайпер Дейл, Легионка, которая выиграет большое количество дуэлей, смотрится ничего не слабее, промахивается к лакверку своим хукшотом, и Эмбер Спирит, обозвращают в статик, Шторм, уйти здесь никак не получится, дуэлька от Легионки, и вторая выигранная дуэль уже, ну, совсем неприятно, Эмбер Спирит, как раз очень хороший персонаж против Эмбера, это Дезераптор, очень сложно с ним что-то сделать, там дэмэджи очень много вписали, и уйти, просто не было никаких у вас, никакого, никакой возможности, что-то у демон мог попрятать, за что спрятать, попрятать, что-то такое, ну, давайте подумаем, что надо делать у Уэйяна в данном случае, и как вести себя ЛГД, как я говорила, ЛГД особо торопиться некуда, ну, Снайпера еще очень большое количество слотов, которые он может позволить себе собрать, у него пока имеется только пика, она особо дэмэджи не дает, скорее, ее предназначение статы, выживаемость, следующее, посмотрите, у нас Сильвер Эйдж поставил себе мэйби в быстрый закуп, на самом-то деле, я с ним согласна, это дополнительный, ну, урон тоже он дает, и статы, и выживаемость, то есть, все в одном, но, честно, я думала, что соберет себе Майл Шторм, и, в принципе, это было бы достаточно логично, потому что Майл Шторм очень хорош против иллюзий, которые здесь также имеются от Луны и Шадоу Демона, ну, и вообще, Снайперу этот артефакт дает большое количество урона, ну, выжимаемость, вроде бы, в пике уже имеется, но решил, что надо, кстати, вот, поменял, поменял, так что я была права, спанули, кстати, здесь Огр Мага, но Легионка подхела, и спокойно получилось уйти, там разобрали 14 лево у Луны, кстати, Шторм уже должен был откатиться, ну, и надо опасаться, понимают, что где-то здесь притаился Клоквер, который готов врываться, Клоквер имеется в Форстаф, так что, если что, убить его теперь так легко не получится, следующим артефактом в любом случае надо делать с Бладмейл, против Снайпера это будет просто топ-1, против Легионки также очень круто, особенно, когда она наберет себе дэмэджа, ну, тихонько набирает, кстати, до БКБ остается Ама всего лишь, всего ничего, только один лишь рецепт, а ребята из команды Луя Янг не останавливаются, идут по боту и используют пик шаду демона и Луны, почему бы и нет, они понимают, что, в принципе, Снайпер в Лейте с Луной разделается, это определенно так, поэтому пока им надо как можно больше дать преимущество своим персонажам, не только шаду демона и Луни, дать Эмбер Спириту какой-то, не знаю, левел, какие-то деньги, чтобы он смог какие-то, я думаю, приобрести, потому что с Вейлом на 18-й минуте мидер смотрится не самым приятным образом, не самым лучшим образом, согласитесь, маловато, маловато. Следующим артефактом, кстати, как я и предполагала, Эмбер Спирит выбрал именно Блед Мэйл, против Снайпера опять же хорошо, я уже говорила, а здесь ребята из ЛГД также забирают Тауэр, просто разменялись, задефать не получилось, кстати, с Андерлордом могли бы, ой, нет, простите, Дарклифт у Дауни, соответственно, улететь или не могли, Эмбер ставит реминант, опасно, здесь, кстати, к Шторму влетает, Сайлос, где же Луна, Луна, где же твоя клипс, и на последних краполях нажимает, но ультимейт Снайпера ее не прощает, и в итоге, размен Луны на Огармага, конечно, плюс для команды ЛГД, на телепорте пытается улететь Шадоу Демон, но кто же ему даст, Дезратор думает иначе, сбивает телепорт Глимсом, ну и минус 2, даблкилл для Снайпера, он уже у нас доминирует, и остановить Мэйби очень сложно, хотя по Детворсу, посмотрите, они достаточно стоят близко, но не забывайте, Луна фармит крайне быстро, Снайпера чуть помедленнее, но здесь фраги, фраги, уже очень много фрагов у Мэйби, для такой минуты 7-2-6 статистика у мидера команды ЛГД, и отыгрывает он, правда, очень-очень даже неплохо, но стоит, стоит отметить и похвалить, конечно, в данном случае Огармага, который вначале ему очень сильно помог, и ФБ вместе они сделали на Эмбрспирите, и первых крипов полностью добил в данном случае Снайпер, короче, красавчик здесь не только Мэйби, но и, конечно, Икзет, а теперь почему бы и Рошана не забрать, подумали, ЛГД у них в принципе имеется неплохое преимущество, знают, что в кулдауне на данный момент Эклипс у Луны, Снайпер просто не подставляется, если что, понимает, что ему надо находиться в позиции и избивать соперников своих сдалека, но ребята из команды и Алянг даже не думали идти на Рошана и спокойно его отдают. Аегис достается у нас кстати Легионке, немножко я удивилась такому решению, все-таки решили, что Снайпер всегда будет в такой позиции, что его не достать, а Легионка врываться и именно ее будут избивать, ну, это в принципе понятное решение. Однако у нее тут БКБ было бы, и если убьют сразу Снайпера, у которого очень хороший в Нетвордс и Стрик тоже было бы опасно, ой, ну, это детская конечно ошибка, детская ошибка от Дизраптора, был потрачен на статик Шторм, может сейчас попробуют ворваться, тем более Эмбер Спирит понимает, нет ультима этого Дизраптора, но что это, что это Дизраптор отправляется в таверну, зато Андерлорд спасает остальную свою команду, и вот ошибочка от Дизраптора могла сейчас стоить команде We are Young очень многого, но спас свою команду, спас положение и пострадал за свою ошибку только лишь один Дизраптор, но ничего страшного, Дизраптор, как говорится, не жалко, в данном случае Дизраптор у команды ЛГД, саппорт пятой позиции, у него последнее место по Нетвордсу, поэтому за него мы и Аянт не получили вообще практически ничего, только забыл наверное, ну, все равно хотя бы что-то, можно так более правильно сказать, хотя бы что-то, он подходит к Шрайну, подригенится, Дизраптор арестнулся, Статик Шторм буквально через 20 секунд уже откуда анется, и Аеги, самое главное, на Амэ до сих пор имеется, это означает, что вполне можно идти по миду и дальше попробовать все заново, Виктория, она здесь больше такой ошибки с Статик Шторм не допустит, потому что как раз против Эмбера Статик Шторм здесь очень-очень нужен, ну, подходит, надо подождать пачку крипов, это время, кстати, очень странно, Эр Спирит пытается сплетить, в принципе, ему не хватало буквально немного золота до получения Даггера, сейчас Даггер купил, добавил с мобильности, может, получше вылетать, чуть-чуть, может, выживаемости в его случае, опа, вернули Луну, Шадоу Демон, отличный бассейв, но там стоит Статик Шторм, Луну надо добить, и так и получается, Легионка еще потратила свой ультимейт, влетел, Клокверк на Снайпера, ооо, ой-ой-ой-ой, ну нет, толкнули, нормально, живет, Мэйби, и это самое главное, а вот Снайпер уже никак не выживает, мега килл, Эмбер Спирита возвращают Статик Шторм, дабл килл для Мэйби, дабл килл для Амэ, минус 4, выживает только один Эр Спирит, и еще в данном случае выживает слишком слабосказанно, потому что Мэйби таких не отпускает, Хогармак поратанковал Тавер, ну и уже слишком много демэджа, допустим, Лунастом, там очень хорошая скорость атаки, ну и начинает падать первая сторона, на данном случае Тавер команды, We Are Young, LGD смотрится очень сильно, но опять же не стоит их слишком хвалить, потому что в данном случае у We Are Young, ну они являлись явными фаворитами, вообще последняя встреча команды We Are Young, ну я конечно пошла, знаете, статистика от Милы, да-да, ребята, я готовлюсь к матчу, последние игры команды We Are Young на самом-то деле были все проигрыши, и последние 5 встреч они проиграли, единственная встреча, которую они выиграли, датируется числом 15 декабря, то есть нечем тут хвалиться, если они выиграют We Are Young, но они просто и должны, вот LGD играют так, как они должны играть против достаточно слабой команды против них, да, я правы We Are Young в данном случае, ну, что тут можно сказать, Judy, кстати, отыгрывала очень даже неплохо, стоит его похвалить, я так говорю, как будто они проиграли, ну, просто терять на 23-й минуте на 24-й сторону, это, наверное, не самый лучший показатель, в БКБ прыгает, а легионка у него имеется еще, до сих пор Аегис, Глиммер Кейп на Огр Мага, у него уже и Пайп имеется, прощай, Эмбер Спирит, прошел Эклипс от Луны, кстати, ну, выбивают все-таки легионки, легионки Аегис, ставятся кубки от Джуди, но Джуди все равно отсюда уже никуда не уйдет, заряжает свой тиммейт Снайпер, прощает Джуди, зверствует уже Мэйби, аж дальше попытаются кого-то догнать, на Глипс посадили у нас Шадоу Демона, прощай Шадоу Демон, правда остается у нас легионки, ну и неужели пойдут по ботам? Ой, ой, еще и с ульта забрали Эр Спирита. Слишком сильная, слишком сильная доминация, слишком разный уровень команд все же, ну, ЛГД это ЛГД, хотя, честно говоря, очень многие ожидали от них получше игры вообще в этом сезоне, даже ЛГД Форево Янг в составе с директором показывали результаты поприятнее. И так прыгает легионка, начинает избивать у нас Эмбер Спирита, его подсейвил Шадоу Демон, но это его не спасает. Эмбер Спирит отправляется в таверну, ребята с вами легионка, легионку оставили, легионку оставили, все улетели с андерлордом, подхилялись, а легионка говорит прощай, прощай, Амы, ты был не очень. Ну, в любом случае, ничего страшного, они потеряли только лишь одну легионку, забрали вторую сторону, теперь подвигается особых культаунов, то есть 10 льтов, ну, у Яо, разве что, у Виктории Статик Шторм имеется, могут просто пойти по топам, забрать последний внешний тавер, ну, и, в принципе, закончить начатое, скажем так, первое, тем более, игра, так что у Яо, в принципе, в теории, могут отыграться, а то нет, еще отыграться, но, что будет на практике, на практике, все сделать гораздо сложнее. Бабочка появляется у Луны, кстати, про Луну я очень мало в этой игре говорила, на самом деле, очень много внимания уделяла Джуди, Джуди правда, очень много делала в начале игры, но, надо отдать должное, Луна держится на втором месте по Нетворцу, когда у них там две стороны забрали, и они проигрывают практически в два раза по фрагам, ну, и так далее. У нее имеется Бабочка, Драгон Лэнс и Монта Стайл, на самом деле, айтемы у нее очень-очень даже хорошие. Эмберу разве что не злайк можно было поставить, да? Ну и поехали. Сейчас, кто же, кто же будет врываться первый, понимаете? Должен. Если Уэйн хотят хорошо начать, это должна быть Легионка, но она, ну, опасно, у нее все-таки бабочка имеется, и влетается у нас Распет, рассказала ультимейт, что-то влетает в Клакверк, неплохо, в Гармага забрали, стоит, кстати, к Шторм, Легионка задуировал на Сэмбра Спирита, но его уже даже не жалко, получается забрать Андерлорда, ну и ну этот замес Уэйнк выигрывает. А где же Снайпер? Снайпи Мэйби, Мэйби потратил БКБ, и вот сейчас бы забрать Снайпера, но это сделать не так попросту. Амэ, у дуэли еще в фулдауне, надо подхилять, пошел Эклипс от Луны. Эклипс совсем неудача, когда Снайпера спрятали, но в итоге-то его получается убить, и это неужели это камбэк? Камбэком это на самом деле назвать достаточно сложно, потому что, конечно, у ребят... А, кстати, у Снайпера Бэйбэка нет. Ну, на самом деле за 50 минут особо ничего не изменится, даже если они там заберут одну сторону, как только они реснуться, они просто пойдут по топу, и это все дело закончат. К этому времени появится Рошан, упала, все-таки здесь допилили Крепый Барак, минус две стороны, это слишком большое преимущество на такой минуте. Ама в это время зарабатывает себе еще одну дуэльку, находит Эрспита, я совсем не понимаю, на самом деле, что он тут делал. Ой, Шаду Демон пытается сделать телепорт, и... Да, у него получает это сделать. Кулдауне был в Линд, еще сбывали, с людьми разобраться. Так, клип с Кулдауне собирает себе, конечно же, Сатаник. Обратите внимание, эта Луна играла без Доминатора. То есть, в принципе, у нее даже цель была другая, у нее были... Цель... Не то, что цель, а другие альтемы опа находит с Клакверка. Мне приятно. Ну, слишком нагло стоял, еще под Виженом. На Рошан как раз остается одна минута. Ну, и... Кто дальше? Десруавтор под Глимер Кейпом. Если еще найдет какого-то Шадун демона, совсем неприятно. Принем, он примерно видел, куда отправляется, поставил вард, но нет. Зацепить не получилось, зато может получиться забрать Рошана, которая резнется буквально через 50 секунд. Есть тайминки у одной и другой команды и поймать сейчас Ваянг, что отдавать Рошана это сразу будет проиграть практически. Сейчас достанется Егес, опять же, либо легионки, либо снайперов. В данном случае почему-то... Ну, я бы, конечно, за снайпера голосовала, но, опять же, Мэйби стоит все время в хорошей достаточно позиции, только у него раз получилось убить, но там замес был очень проигран. Не знаю, очень проигран. Слишком хорошо провели тот замес Уэйянг и, соответственно, соответственно, и снайперу там было совсем уж нелегко. Так, кстати, по айтему очень нравится. У меня айтем был Огрмага, сейчас появился Рошан, у него и Пайп, и Владимир, и Урна. Через Ботл, в принципе, я, когда появились баунтируны, предполагала, что очень многие команды сделают, что... захотят, чтобы саппорт один имел Ботл. В принципе, цена у него, согласитесь, не такая уж дорогая, и какому-то фармящему саппорту в принципе можно, особенно какому-нибудь, которому постоянно там нужна мана, который робит. Ну, в принципе, Огрмага под это дело уже даже подходит. Ой, ну, слишком детская ошибка, здесь забирают Рошана, остается, ловят у нас Эрспирита, да, потратили на него Статик Шторм, но, опять же, ничего глобального, сейчас 40 секунд, подождут, как раз, правда, лестница. Простите, пожалуйста, немножко приболела. Ну, сейчас все болеют. Я не исключение. А что это такое? Ага. Как он тратил так? Может, месклик? Может, подбегался? Может, испугался чего-то? Ну, что, сейчас 40 секунд кулдаун, кулкшота, на самом-то деле, это сейчас очень важный спон для команды Гоя-Янг, тем более, ребята из LGD, кстати, аеги, с этим раз, снайперу дали? Да, снайперу. Что? Может, так, ну, я... Ладно, сделаем это, что мы этого не поняли и не увидели. Только похвалила Огромага, а он как-то непонятно как решил погибнуть. Бывает. Быстрая ясница, что Огромаг приобретает себе... Ага. Наверное, цепанули через глимер какой-то. И сейчас сразу Огромаг психанул и приобретает себе гем. Ну, линия пушится. И сейчас Уайянг понимает, что они даже могут очень долго драться и им просто нет никакого смысла. Спанули Легионку, надо прожимать БКБ, а Мэтт до конца дерется, еще убивает Рэн Спирита, даже не тратил дуэль на самом деле, хотя убивал за это время. Погибает Рэн Спирит на Легионку, плюс, конечно, для Уайянг Дизраптор с Тосик Шторма отправляется на базу, но в это время снайпер фармил, у снайпера уже появилась МКБ, потеряли Легионку, неприятно, но посмотрите, что эти крипы делают. Уже на базе и приходится просто в Уайянг идти, отпушивать линии. Так, Вижен. Вижен сейчас собьют Огромак, у которого имеется у нас гем. Следующим артефактом выбираем. Ага, еще и себе на Шиву что-ли будет делать? Ну, неплохо. Шива, Кираса. Вот этот айтем билд такой... Кирасу. Кстати, сколько... Андерлорд, Солар Крест. Солар Крест, Пайп, очень здоровский айтем. ЛГД мне нравится то, как саппорты собираются, как собираются в фармонер. Так, цепанули в данном случае Андерлорда, но кто этого Андерлорда сейчас уйдет? Просто, посмотрите, какой он плотный, влетают на снайпера, снайпера, надо спасать снайпер, прожимает БКБ, выталкивается с помощью пики, начинает избивать Луну, Луну поцелил Шедоу Демон, стоит статик шторм снайпера, надо сейвить всеми возможными способами. Мэйби сам уходит, глимсует, в данном случае Клакверка. Клакверка надо убивать, он себя форстапает, у него есть агоним, уходит на крипов, разбирается с четырым, и ой, ну тут вообще без шансов погибают у нас четыре персонажа команды Уиа Янг, выживает только сам Клакверк, еще и гем валяется, который никто даже не увидел, я, кстати, не заметила, у кого он был, но суть в том, что, в принципе, неважно, у ЛГД тоже есть гем, так что они ну и если байбэк, байбэк имеется, который сейчас Луна как раз и делает, но сможет ли она что-то изменить, потому что у нее, в принципе, есть Эклипс, в прошлый раз слишком ее быстро забрали, прыгает Легионка, сразу получает Сайленс, Джуди, заходит в Кушода, ставится кой, сейчас снайпер разрушит, надо заходить уже в Луне, прыгает сюда Эмбер сперед, Эмбер должен кой, ну это было слишком обидно, сейчас у Эмбер спереда нет байбэка, падает последняя третья сторона, и на этом, я думаю, что сейчас появятся две заветные буквы от команды Уи А Янг, отличная игра от команды ЛГД, но это всего лишь первая игра, хотя, если уж слишком откровенно сказать, это было достаточно ожидаемо, ставки не собрали в данном случае, и Уи А Янг проигрывает свою первую карту, но ЛГД будут показывать еще свой скилл на второй карте, на самом деле, могут и военок здесь показать, да? Ладно, анализировать по игре здесь, в принципе, особо долго не будем, опять же, похвалить свой Тогар-мага, 25 ассистов, у него очень-очень помог в начале Мэйби, и полностью прогнал Эмбер спереда, в Шайнинга, сразу были изначально проблемы, он очень мало нафармил, у него всего лишь за такой промежуток времени очень мало слотов, даже потом Блинк купил, совсем не те слоты, которые должны быть у Мидера, Луна отыграла очень здорово, по крайней мере, фармила, она реально очень много, но...